Всем привет! Сейчас я нахожусь на территории Ливадийского парка, где расположен Ливадийский дворец, где каждый уголок пропитан историей. Строительство дворца и одновременно парка началось в 1834 году. Во время Великой Отечественной войны и оккупации Крыма дворец очень сильно пострадал. Восстанавливать его стали после освобождения весной в 1945 году. Но уже тогда по его тропинкам прогуливался Сталин, Черчилль и Рузвельт. Посмотрите, дорогие друзья, какой открывается невероятно красивый пейзаж. Скажу честно, сам дворец не посетил, так как в целях безопасности я избегал большого скопления людей. Да и приехал я сюда для того, чтобы посмотреть саму Ливадийскую набережную. Потому как уже в скором будущем будет сезон отдыха. И хотелось бы посмотреть, где можно нормально отдохнуть, побывать на пляже и понежиться на солнышке. И сейчас мы туда направляемся. О, ребята! Вот такое вот по мне. Парк парком. Ну а сюда вот спуститься такие сосны. Гляньте какие! Пойдем к морскому берегу. Спустился я к такому Т-образному перекрестку. Налево дорога и направо дорога. Какую выбрать? Налево пойдешь, клад найдешь. Направо пойдешь, майбах найдешь. Что делать? Пойдемте, наверное, налево. И куда мы выйдем, я не знаю. Я так думаю, наверное, к морю мы не выйдем. Ну, здесь вот есть лавочки. Люди, значит, сюда спускаются. Вот какой-то камень стоит. Памятник чему-то. Столетие тут что-то написано. В общем, не знаю, ребята, кто знает. Напишите, пожалуйста, к чему этот камень. Просто очень интересно. И надпись там не прочитать. Погрузились в вот такую лесную чащу, которая напоминает Средневековье. Когда идешь вот такой заборчик, если б не этот асфальт, 100% можно было бы поэтому парапет представить, что ты идешь в каком-то средневековом таком времени. Кстати, знаете, что заметил? Здесь белок. Нет, вот сколько я гулял по Крыму, я ни разу не видел белок. У нас они в Донецке как сумасшедшие бегают. А здесь почему-то их нет. Я уже, если наметил себе цель дойти до моря, меня уже ничто не остановит. Я уже даже через чащу леса пойду. Просто что, обратно подниматься по этим всем ступенечкам? Это, конечно, будет нелегко. Ну, ради того, чтобы посмотреть на Ливадийский пляж, можно, в принципе, и пройти. Ну, по дворцу ничего. Ну, парк можно погулять, во дворец заходить. Ну, блин, не знаю. Говорят, там очень, типа, интересно. Что-то мне желания сильного такого нет. Смотрите, вот кто-то или прикололся, или реально нарисовал тропа в Ялту. Я не знаю, правда ли это тропа в Ялту, но мы куда-то идем с вами. Куда-то мы направляемся. Тут, наверное, кроме меня никто здесь и не ходил. Такое все взоросшее. Я вам могу сказать, жутковато. Так тихо люди книги читают. Значит, я здесь не один. Здравствуйте, к морю я выйду так? Да, да, да. Спасибо. Правильно иду. Скажите, а там написано тропа в Ялту. Это что, по этой тропе можно в Ялту дойти? Да, да, да. Тоже заборчик, а там не очень все красиво, но он дойдет. А долго идти? Минут 15-20. Ух ты. Попробуем пройтись. Спасибо. Так что, ребятки, вот он. Контент будет. А это мне надо вверх подниматься, да, опять на эту тропу и в ней понятие или... Вам не нужно, вы сейчас пойдете вдоль берега. Ага, спасибо. Вау, вот это контент, ребятки. Вдоль берега пойдем. С Ливадии в Ялту. Класс. Ну, дворец, знаете, ребят, дворец... Это на любителях. Я как бы не болен этой истории, мне больше нравятся вот такие вот пешие прогулки, пешие такие экскурсии. Ну, вот как сейчас, вот, идешь, наслаждаешься запахом, воздухом. И, тем более, сейчас, как бы, ну, я не рекомендовал бы лишний раз посещать такие общественные места, дабы вы знаете почему. Вот. А вот такие пешие экскурсии. Вон там уже пирс. Море виднеется. Мне такое нравится. Если кому такое нравится, ставьте пальцы вверх и пишите свои комментарии. Путешествие это класс. Тут самое интересное, друзья, усталости вообще никакой нет. Ни усталости, ни задышки, вообще ничего нет. Просто идешь и отдыхаешь. Слышите, как шум волны. Такой помост древний. Ступеньки уже до такой степени прогнили. Я не знаю, сколько им лет от морской влаги. Жесть. Вот, ребятки, смотрите. Вышли мы на побережье. Вот такой вот пляж в Левадии. В принципе, ничего. Смотрите, Ялта какая. Затягивает ее тучами. Здесь солнышко. А там все затягивает тучманами. Класс. Офигеть. Пойдем дальше. Прогуляемся мы по набережной Левадии. И здесь, в принципе, как вот людей спросил, можно выйти на набережную Ялты. Блин, ну очень интересно. Очень. Смотрите, как тучи заходят. Вообще. А здесь уже берег такой, каменистый. Заходить, конечно, будет очень плохо. Видать, был шторм. Оторвало плиту. Вот. Море чистое. Запах какой стоит от него. Класс. О. Класс. Вода холодная, ребятки. Вау. Море. Вода пахнет морем. Давайте еще раз послушаем этот шум. Класс. Класс. Я представляю, сколько здесь будет людей. Вот такое все ржавенькое. Я не знаю, будут ли это готовить, подготавливать к следующему. Вот именно к этому сезону. Без понятия. А так все старое, я не знаю. Это, наверное, лет-лет этому всему. Еще точно при Николае Втором это все строилось. Не знаю. Все до такой степени убитое. Ну так вот выглядит пляж Левадийский. Не знаю, кому нравится такое, кому не нравится, но что-то... Меня это не впечатляет, если честно. Пляжи вообще короткие. Я не знаю даже, где здесь люди будут отдыхать. Ну вот, смотрите, вот кусочек пляжа. Что это за пляж? Смотрите. Не знаю. Какие-то надстройки, подстройки. Вот эти спуски к морю. Ну, наверное, будут на этом лежать, загорать. Ну, по сравнению с Белосарасенкой косой, пляжей, я могу сказать, здесь вообще нет. Вообще нет пляжей. Ялта еще более-менее с пляжами, а так нет. В Левадию я 100% не поеду отдыхать, потому как здесь плохие пляжи. Да и до моря спускаться очень далеко. Так что как-то так. Ну, здесь только более-менее широкий пляж, но здесь максимум расположится человек 100. Вот здесь пляж широкий. Не знаю, ребят. Если кому такое нравится, пишите комментарии. Кто отдыхал в Леваде? Не знаю, лучше в какой-то поселок поехать, морское там или еще что-то. Ну, только не сюда. Не-не-не. Ну, вот только единственное. Вот второе место, где более-менее можно расположиться. Но опять-таки камни, 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 камни. Заход в море тоже камни. Где можно просто обломать себе ноги. Охраняемая территория. Вход запрещен. В общем, как-то так. А как нам обойти эту территорию, никто не знает. Это же какая-то тропа здесь. И даже, смотрите, все под сеткой такой мощной. Вот это у нас прогулки, ребятки. Нравятся вам такие прогулки? Котяра какой. Котяра. Что ты такой хороший? Что ты такой хороший крымский кот? Они все до такой степени упитанные здесь. Ну, блин, реально, их каждый кормит. Хочется вот насладиться вот этими всеми походами. Надышаться этим свежим-свежим воздухом. Зарядиться энергией. И потом смело ехать домой. Вот так. Чего и вам советую. Не, я помню, конечно, подняться. Сесть на маршрутку. И доехать на маршрутке. Но нет же. Пешочком это все равно круче. В общем, друзья, все закрыто. Все огорожено. Смотрите, там какие пляжи, территории. Похоже на все. Не знаю, кому это принадлежит. Но, по крайней мере, вот сколько я уже иду на протяжении минут десяти. Вот это все закрыто. Ну, а мы опять в такое погружаемся место, где, я думаю, наверное, ночью ходить не рекомендуется. Потому как здесь очень все такое хлипкое. Вау! Вот это да! Смотрите, это даже какие-то эти растут. Не знаю, что это. Пахнут ягоды. Также двери, ступеньки. Смотрите, здесь пляжи уже намного шире. Галечка очень мелкая. В принципе, класс. Люди вон сидят. Не знаю, загорают или. Отдыхают. Давайте сюда зайдем на набережную. Ах ты, какое злое. Ахренеть. Что тут собаки все злые? Люди добрые, а собаки все злые, а? Смотрите, море какое. Море какое. Ну да, в принципе, до Ялты тут вообще понты идти. Не, ну здесь пляжи получше. Чем ближе к Ялте, тем пляжи намного лучше. И галечка мелкая. Не знаю, какой заход, правда, в море. Но самое интересное, что ложиться будете не на огромных камнях. Но вы посмотрите, что вообще творится над Ялтой. Тут что так нависают, нависают. Даже если и пляжи пустые, все равно интересно просто прогуляться. Да, куда ни глянь, в принципе, нормальные пляжи. Откуда ни глянь. Да, здесь более-менее широкие. И есть где разгуляться. И вот, ребятки, снова открываются пляжи. Ну, это пляжи типа городского плана. Такая вот картина. Но могу сказать, здесь заход очень хороший в море. Я же говорю, ближе к Ялте. И уже галечка мельче. И заход поприятнее. А вот здесь ведется какая-то стройка. Что-то делают новые. Вот видите, волнорез наливают. Не знаю, что здесь будет. Но что-то идет. Какое-то, вернее, идет строительство. Может, какой-то будет отель. Может, готовят какой-то пляж. Такое-то все, знаете. Не знаю, как даже и слов подобрать. Вы пишите, как все это выглядит в своих комментариях. В Ялту сюда не подскажете? Да. Спасибо. Все правильно, значит, идем. Курс мы не меняли. Ну, вот здесь вот интересно. Здесь вот, конечно, совсем по-другому. Здесь цивилизация. По сравнению с теми местами, где мы перед этим были, здесь намного прикольнее. Какой здесь, ребятки, запах. Я не знаю, чем, правда, пахнет, но что-то цветет. Что-то цветет. И запах просто сумасшедший. Какие интересные места. Смотрите, какая красота вон впереди. Все так тучи. За горы спускаются. Вот мы с вами и попутешествовали. Практически по всей набережной. От Левадии до Ялты. Интересно здесь. Советую вам побывать здесь. Самое интересное, друзья, вы знаете, везде, везде производятся строительные работы. Ведется подготовительное все вот это мероприятие для открытия вот именно сезона. Смотрите, куча песка. Идешь, слушаешь, там работает болгарка, там дрель, там миксер. В общем, блин, трындец. Ялта готовится к принятию туристов. Я думаю, летом здесь будет очень интересно. Здесь, ребятки, честно, погулять. Вот выходишь утром, мне кажется, вечером только можно прийти обратно к себе в номер. Здесь очень классно. если бы еще не ветер, то было бы замечательно. Ну, ешкин кот, так это мы уже вышли. Ни хрена себе. Это у нас уже набережная Ялта. Ребятки, ну, шел буквально, я могу сказать, где-то минут, наверное, 20-25. это вот именно до Левадии. От Левадии до, ну, с навечно, где я спустился, в принципе, минут 20-25, ну, до 30 минут. Сегодня, кстати, людей намного меньше, потому как сильный ветер, потому что я сам сейчас иду, без шапки, очень, очень холодно продувает и летит какая-то изморозь. Не знаю. Вроде на камеру еще не попало. Ну что, друзья, наверное, будем завершать наш видеоролик, потому что набережная Ялты у нас уже есть. Кому понравилась такая экскурсия вдоль побережья от Левадии до Ялты, ставим пальцы вверх и не забываем подписываться на мой канал. Ну и пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу пляжей в Левадии. С вами был на канале StickBard. Всем добра-бобра!